Здравствуйте, дорогие друзья! Я Соколова Людмила, организатор кинофестиваля «Волшебный фонарь». Сегодня на нашем канале кинофестиваля встреча с режиссёром Юлианой Викторовной из Москвы. Она поделится с вами опытом создания своих фильмов, расскажет про предпродакшн, про другие этапы создания. Но один из её фильмов к нам поступил в конкурсную программу. И он сейчас выставлен у нас в ленте группы, и вы можете его посмотреть. Фильм называется «Самый счастливый день». Я уже посмотрела этот фильм, мне он очень понравился. И я хочу сказать, что мне там очень понравилось, во-первых, как воссоздана обстановка того времени. Как я понимаю, это где-то самый конец 60-х годов, да? И может быть даже начало 70-х. Это начало 80-х. У нас там заявлено, что 82-83 год. Ах, да, так, да. А я почему так это отнесла к этому времени? Потому что как раз мне показалось, что какое-то время такое даже немножко вот раньше, но я могу сказать, что обстановка-то она с конца 60-х до начала 80-х, она сильно вот в жизни не менялась. Но я смотрю, главный герой в синем костюме школьном. А где-то вот где-то в начале 70-х как раз вот серые. Раньше в школе мальчики и девочки носили форму одинаковую по всей стране. Все девочки ходили в коричневые платьицы с белыми воротничками, там с манжетиками, рюшечками всякими. А мальчики все ходили в серых костюмах. И где-то вот в это время, в конце 60-х или 70-х годах, поменяли на синий костюм. И это как такое новое, что-то произошло в нашей школе, поменялись цвета, все стало ярче, интенсивнее. И самое главное, конечно, мне понравилась игра актеров, и мне понравилась та тема, которая мне очень близка. Я думаю, что и вы, но и с этим сталкивались. Это тема вот любви к самым близким людям, к своим родителям. И такой любви вот чистой, и я бы сказала даже самоотвержденной, потому что главный герой, можно сказать, что он себя в жертву приносит вот ради вот этой вот любви. Он делает поступок, как бы проступок, нарушая правила этой семьи для того, чтобы возвратить те доверительные и добрые отношения, которые раньше были в семье и которые он очень-очень ценил. Вот. И я хочу вот от себя лично Юлиану поблагодарить за такой чудесный, добрый фильм. Мне он очень понравился. И я ждала этой встречи. И теперь очень хочу, чтобы Юлиан поделилась своим опытом в создании вот такого, на мой взгляд, великолепного фильма. Спасибо большое. Да, мне тоже хочется сейчас рассказать о том, как мы его создавали, какие, что мы проходили, как мы к этому шли. Вот. Я бы попросила демонстрацию экрана, чтобы можно было показывать. Сейчас я вам передам демонстрацию экрана. Да, я пока расскажу немножечко о себе, что вообще я выпустилась в этом году из ГИКа. За время обучения снимала несколько разных фильмов, игровых и неигровых, также социальные ролики и музыкальные клипы, передачи. И это, в общем-то, такой важный пласт работы, который проделан для того, чтобы уже сейчас ощущать в своих руках инструменты, работать над более крупными проектами. Вот. Фильмы, которые я снимала, участвовали в различных фестивалях. Мы подавали и принимали участие в международных фестивалях. Там у нас есть фильм «Эра милосердия». Вот. Это документальная работа о людях, которые помогают в церкви, о социальном служении. Есть у нас в этом году я дипломную работу снимала «Ультоний вечер». Это игровая, художественный, крупноэтажный фильм тоже о юноше. Играет, кстати, тот же мальчик, который играет «Самым счастливым днем», Алексей Ботанин. Он у нас уже возрослевший там. Он уже играет юношу, который столкнулся с своими уже взрослыми такими проблемами. Самоощущение, самопознание и принятие себя как личный. Вот. Ну, а самый счастливый день – это работа четвертого курса. Начала я на дне работать еще на третьем курсе. И там начинала работать над сценарием. Немножко помешал ковид реализовать эту идею в тот год. Поэтому перенесла и снимала уже в 2022-м, получается. Вот. И тогда мы ее реализовали. Так, видно, да, все, что показывала? Хорошо видно. Да, ну вот первое сайт я хотела показать о том, какие афиши работ, которые мы снимали, чтобы в дальнейшем тоже можно было как-то смотреть это и обсуждать, если что. Вот. Ну и, конечно, переходим к самому счастливому дню. Немножечко теперь про это и расскажу. Я написала для себя список того, что считаю очень важным на этапе предпродакшна. Потому что для меня это самый интересный период, возможно, даже интереснее, чем съемочный. Потому что именно тут режиссер что-то создает такое, свой мир. Он его потихонечку придумывает, продумывает, да, мелочей и деталей. И очень важно здесь не упустить, на мой взгляд, какой-то из подэтапов. Вот. Поэтому я их расписала и начну потихонечку о них говорить. В общем, первый этап в моем списке – это рассказ. Но это, конечно, такое. Можно его опустить, если это своя личная история. Но главное – это определиться с материалом, о чем мы будем снимать кино. Я определилась, я выбирала рассказ. Задача была у меня такая, чтобы снять рассказ на четвертом курсе. Ну, то есть, сначала на третий, как я сказала, но потом на четвертом. Так вот, я хотела снимать что-то доброе, светлое и искала именно такие рассказы. Правда, попадалось многое и другого времени, там, после военного, или же истории про класс. И мастер направлял меня, говорила, что нет, не стоит. Давай сейчас попробуем все-таки первый короткий метр снять, ну, как-то над более простой темой. Ну, поэтому я тоже считаю сейчас важным сказать, что если мы выбираем какой-то дебютный фильм, то стоит учитывать, что история драматургии должна быть довольно ясной, простой, без мудреных дополнений. Вот, я нашла самый счастливый день. Но важно еще, что тут он очень отвлекался мне, так как я очень понимала главного героя, его ощущения мира. Сама я очень человек такой рефлексирующий и боящийся, что кто-то расстроится, обидится и желающий всегда всех помирить. Поэтому мне очень это было близко и хотелось об этом рассказать, поделиться. Ну, и, в общем, нашла этот рассказ, мы его утвердили с моим мастером. Видно, да, сейчас перешла на новую страничку. И вот, открывая историю, мы находим, что здесь написано все-таки в форме рассказа. Но историю мы не перешли, к сожалению. Не перешли, да, хорошо. Так, сейчас я сделаю вот, как я, значит, так. Ага, так, поняла. Вот, значит, сейчас мы должны перейти, да? Да, все вижу. Вот, да, это рассказ. Рассказ, я тут выделила некоторые моменты, которые хочу поговорить. Ну, вот передо мной лежит текст Анатолия Алексина «Самый счастливый день». Мы видим, что здесь ученица Валентина Георгиевна сказала, «Завтра наступают димние каникулы, я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень счастливым, вас ждут выставки и музеи, но будет и какой-нибудь самый счастливый день. Я в этом не сомневаюсь, вы о нем напишите домашнее сочинение. Лучшую работу я прочту вслух всему классу. Итак, мой самый счастливый день». Эту историю нам нужно было придумать, как мы будем ее в сцену переводить, адаптировать в рамках сценария. Чтобы не создавать новую сцену, не вставлять класс и снимать еще одну дополнительную сцену в классе, мы это все переводили в атмосферную историю на улице. Я надеюсь, что когда мастер-класс будут смотреть, люди уже посмотрели фильм, потому что я сейчас буду много туда отсылаться. И вот у нас первая сцена, с которой мы начинаем. Мы показываем, что ребята уже получили это задание, то есть у них уже это случилось. Дальше. «Об ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю, из-за чего, потому что Новый год они встречали где-то у знакомых. Вернулись домой очень поздно, а утром не разговаривали друг с другом». Опять же, это все у нас более прекрасно звучит, но у нас должно быть визуально подчеркнуто это в сценарии. Соответственно, мы переводим это и показываем, что во время сцены героя, мы видим, он застает фрагмент ссоры. То есть мы это визуально показали, подтвердили. Вот, в общем, первый этап работы над сценарием, ой, вернее, над рассказом. Или если это сочинение, сочиняется история, то она оформляется, вот структурировано, придумываем мы ее и оформляем в дальнейшем по эпизодник. Перешло сейчас на новый файл документ? Нет? Ага. Хорошо, все, значит, я поняла. Значит, надо будет каждый раз нам делать дальше вот такую вещь. Вот, значит, дальше у нас есть по эпизодник. По эпизодник это то, где мы кратко рассказываем, пересказываем сценарий по сценам. То есть каждую сцену я беру и прописываю, что здесь происходит. Здесь я довольно подробно это расписала. В своих уже дальнейших работах, когда я это делала, то обычно пишу так. Этот герой и этот герой пришли сюда-то-то. Они узнали это-то. То есть оформляю сцену как такой мой короткий пересказ, мой план этой сцены. Уже дальше, отталкиваясь от этого плана, вот здесь я уже с диалогами это прописывала. В основном в эпизодниках этого всего нет. То есть мы просто формально, вот сейчас я покажу, здесь есть очень моя любимая сцена. Смешная уборка. То есть долгое время в сценарии и по эпизоднике эта сцена звучала как смешная уборка, и у нее не было никакого дополнения. То есть как она будет решаться, без понятия. Просто вот такая вот смешная уборка. И так тут тоже есть еще такие вещи. Мальчик подходит к могиле. Какой мальчик, как его зовут. Все еще на этапе такого скелета. Вот. Дальше, конечно, мы переходим к следующей части. И это у нас сценарий. Когда я начинала работу над фильмом, то мне хотелось сразу же перейти к сценарию. И я прям написала его, отправила мастера. Она говорит, нет, 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 не спеши. Сначала по эпизодник, потому что иначе получается совершенная какая-то шляпа. Вот. Ну и я это потихонечку все стала формлять, делать. И понимала, насколько это действительно важно, чтобы был по эпизодник, чтобы был примерный план, на котором можно видеть сценарную структуру. Ну и, собственно, при оформлении сценария, вот мы видим эту же сцену, которую мы читали в рассказе у Анатолия Алексина, что тут у нас мальчик лепит снеговика, мимо него два школьника, кидая друг друга снежками, пробегают к детской площадке, на которой детвора скатываются с горки. Мне очень хотелось, чтобы эта сцена была однокадровая решена, чтобы мы уже погрузили вот в состояние Нового года, в состояние детской игры и вот в такой какой-то праздник. Мы даже думали изначально с оператором играть в то, что мы снимаем, как советские фильмы, и делать трансфокатором такой наезд, вот прям как это было прежде, когда наезжали и так увеличивали сильные зумын, делали это, мы думали, но потом отказались от этой идеи, потому что все-таки посчитали, что мы сохраняем атмосферу Советского Союза в кадре, но решаем операторский иначе, в современном стиле, потому что это уже, иначе наш кино будет совершенно советским. Вот, и мы хотели все-таки для современного подростка его показать вот с той эпохой. В общем, здесь мы видим эти все расписанные сцены. Хочу показать один момент. То есть, да, сейчас в основном все соответствует тому, как это выглядит в фильме, хотя вот смешная уборка, все еще написано тут так, как она и была написана в эпизоднике. Но, вот есть сцены разговора у телефона. Долгое время я планировала делать и решать ее в духе полиэкрана, и это должно было быть так, что у нас есть четыре кадра, и эти четыре кадра сразу же в одном кадре расположены. То есть, это должно было решено, как в фильме «Скотта и Пилигрим против всех», где мы видим, что у нас несколько картинок сразу же, они меняются. И мне казалось, что это будет здорово, современно, и я хотела именно так это и решать. И поэтому очень долгое время, вот ближе уже к съемочному периоду, где-то за несколько дней мы поменяли все, концепцию, но долгое время это должен был быть полиэкран. Вот, и поэтому на сценарии, конечно, тоже еще одно на сценарном этапе вот это такое. Есть некоторые в литературном сценарии моменты, которые потом могут измениться. Следующее, о чем я хочу рассказать, и что я считаю очень важным, но я знаю, что не все это делают, это характеристика персонажей, или же она называется в кругах сценаристов, и называют «Библией персонажей», то есть описание героев. Я это делаю в каждом своем проекте, потому что так я лучше понимаю своих персонажей, и обычно стараюсь делать это до написания сценария, так как есть вещи, которые ты можешь узнать о своих героях до того, как ты придумываешь им какую-то линию, о том, какие у них любимые фразы, какие у них любимые фильмы, книги, и вообще, как он себя ведет, как он говорит, как он действует. Вот здесь я прописывала о Борьке, что он веселый, смешной парень, хулиган, баловник, любит проводить время на улице с друзьями, но школьные домашние обязанности его сильно тяготят. То есть надо было сформировать образ этого персонажа не только для меня и для моего сценария, но и для команды, потому что в дальнейшем, когда мы разговаривали с художником-постановщиком, мы уже с ней могли от этого отталкиваться и говорить о Борьке как о человеке, у которого есть какие-то интересы, о том, как его квартиру, чем ее наполнить, о том, какие его родители. Вот здесь вот я прописывала о том, что мама работает в институте, а папа, он у нас интеллигент. И это такие вещи, которые художник-постановщик может уже в дальнейшем в своих эскизах, в своей работе передавать. Точно так же и художник по костюмам. В своем следующем фильме, когда я снимала уже следующую картину, это не «Вечер», то хочу тут немножко туда отойти, мы делали героя, которые немножко замкнуты в себе. Я прописывала это, что наш герой не может, он стесняется, открыется, но внутри он очень яркий, глубокий человек. И тогда художник по костюмам Юлия Кварталова предложила такую интересную вещь, как сделать его внешний вид в основном в серых, темных тонах. Но носки сделать ярко-оранжевыми, футболку сделать ярко, и это тоже такие вещи, которые можно передать в костюмах. Поэтому я считаю, что это что-то очень важное, это Библия персонажей. Я тут еще сделала и второй показать, это вот как раз уже в следующей картине, которую мы делали. Хотела просто показать, что визуально ее можно оформлять по-разному. И я, например, очень люблю добавлять картинки, референсов героев. В самом числе у меня я этого не сделала, но потом уже в дальнейшем всегда делаю, чтобы понимать, каких персонажей я вижу. И тут еще важный момент, который я бы хотела знать перед тем, как садилась оформлять свою первую Библию персонажей, так это то, что в ней писать. Помимо того, что можно написать какие-то анкетные данные о том, что он любит, чем он занимается, помимо нашей истории, еще важно, я считаю, написать его отношение к фильму или его отношение к истории, который сейчас начнет происходить. Потому что вот здесь я пишу, что героиня собирается в поход, у нее есть какие-то планы, как она относится к кому. В характеристике самого счастливого дня можно было бы точно, я так и указывала, писала о том, что Борька, он у нас подружился с Женей тогда-то, тогда-то-то, и он подружился в начальных классах, и теперь они друзья навек. Это тоже важная в дальнейшем у нас характеристика, поэтому я считаю, что это надо писать. Вот. Это, ну, это да, я вот сейчас об этом говорю после этапа сценария, хотя считаю, что стоит писать это до. Дальше мы переходим уже к поиску команды и к тому, чтобы обсуждать с ними дальнейший период, то есть о взаимоотношениях с командой. Здесь я показала тот файл, который отправляла оператору и художникам, художественному цеху, когда мы обсуждали на подготовительном этапе фильм. Здесь такое у нас внимание, черепаха, это тот референс, который мне хотелось, чтобы был с самого счастливого дня. Точно так же мы разбирали с актерами этот фильм, чтобы понимать, как это должно быть по духу, по атмосфере. Картинки какие-то, которые визуально, цвет, свет, то, что вот как это должен выглядеть в фильме. Вот в этом мы обсудили, закрепили и уже пошли дальше. Дальше это то, что я хочу сказать о кастинге. Кастинг это тоже мною очень любимая вещь. Сейчас покажу. Как-то так получилось, что мы, поскольку изначально начали работу над фильмом еще один год, то актеров я утвердила за год до начала съемок. И сейчас я их покажу. Это папки все, с которыми мы работали. Так, актеры. И первый, конечно, это Борька. Вот столько мальчишек я рассматривала и думала кого-то из них выбрать. И в итоге остановилась уже на Лешике, Алексея Ботанин. И потом уже много с ним работала. Но вот изначально, как я делала, я нахожу странички на различных платформах. Это либо Кинолифт, Акмадайс, еще какие-то сайты, агентства. И уже тогда перевожу, то есть эти фотографии себе скидываю, смотрю. Точно так же подбирала и Женьку. Вот большое количество разных фотографий разных мальчишек, которых отсматривала. И тогда я проводила такой для себя эксперимент. Я их сравнивала по парам. То есть вот здесь есть некоторые мальчишки. Видно, что они уже... Я их подбирала, как они сочетаются друг с другом, чтобы понимать это, будь ли это ансамбль удачен. Вот. Ну, конечно, с родителями было тоже много... Ну, то есть мы тоже долго искали, особенно маму мы долго выбирали. Но спасибо Екатерине Олькиной, Михаилу Гришенко, которые согласились принять участие, потому что они очень нам подходили. Это были прекрасные родители, которые сейчас вот прям создают эту атмосферу. И вот когда я все уже со всеми актерами ему подтвердили участие, то создала такой вот для себя калаш, чтобы понимать, как все смотрятся, как сочетаются. То, что это важно. И вот Слава с бабушкой тоже проверили. Мы убедились, что все на месте, все на своих местах. Вот. Это этап кастинга. Дальше я переходила... Ну, это все делается параллельно. Пока мы занимаемся кастингом, мы также ищем локации. У нас было несколько локаций. Это квартира. Две квартиры нам нужны были. Квартира Борки и квартира Женьки. Каток и двор. Проблематичнее всего было с Катком. Но изначально расскажу про квартиру. Была квартира, которая была квартира моей мечты. То есть той квартиры, которую я очень хотела снимать. Она была большой, просторной. Мне казалось, что она совершенно подходит под дух. Даже ковер такой немножечко веселый, какой-то, немножко современный. Ну и плюс мне не так хотелось много ковров, так как родители молодые, семья молодая. Мне казалось, что надо все-таки передать это тоже. Но эта квартира была очень дорогой. А поскольку мы снимали студенческими силами, мы не могли там обосноваться. И тогда мы продолжали поиски. Продюсер Матвей Ульянов, он очень упорно искал, делал объявления в различных группах. На Фейсбуке, в группах каких-то районов. Ну там Свиблова, еще какой-то районов. Он действительно проделал огромную работу. И когда мы нашли уже вот эту нашу дорогую, прекрасную, любимую квартиру, в которой мы провели неделю, в которой мы просто жили там, потому что мы снимали подряд, у нас были смены. И вот как это выглядело. И кухня. Кухня это отдельная наша любовь и прелесть, потому что она очень маленькая была. И нам надо было как-то там размещаться, снимать там сцену. И вторая квартира, квартира Женьки. В общем, они прошли кастинг квартир, потому что изначально было их очень много, когда мы, вот, то есть это все квартиры, которые мы смотрели, рассматривали. Все они могли быть одной из них. Но когда мы ездили на скаутинг, такое, то есть это когда мы приезжаем и осматриваем квартиру, мы отказывались от каких-то по разным причинам. Что она большая, маленькая, что она, там, у нее недостаточно есть комнат, у нее, там, не хватает, может быть, розеток, еще чего-то. Тоже такой важный этап подготовительного периода, который нужно учитывать, потому что бывало всякое. Если там не учтешь, что работает ли в квартире туалет, то в команде просто потом негде находиться, негде... То есть она не может чувствовать себя комфортно. Вот, дальше мы искали двор. Двор тоже должен был быть у нас без машин, без всех каких-то дополнительных элементов. И это было не так просто. Я ходила всех спрашивала, кто-нибудь видел ли подобный двор. То есть я сейчас покажу пример того, что я хотела. И это, конечно, ну, наверное, что-то из ряда невозможного нереального, потому что вот сейчас такого пустыря найти было практически невозможно, как минимум вот у нас в Москве. И это прошло много времени, чтобы мы нашли то, что нашли. Хотя я теперь, уже когда прошло какое-то время, нахожу периодически еще лучше дворы. И думаю, так, можно было вот тут вот снимать. Продолжайте поиски. Да, да, да. Все еще. Но самое сложное, это был каток, потому что с ним я, наверное, месяц ездила по холодной погоде и искала катки. А они не подходили, потому что у них были белые барьеры, или там не было залито самого, не было самого льда. И это было очень тоже непросто. А теперь про каток. Мы действительно очень долго искали его, и казалось уже, что не получится найти его никогда. Потому что, ну, мы приезжали, а там... Ну, вот сейчас я что-нибудь открою из катков. А там, ну, вот, допустим, вот такой вот бордюр. И такого просто не было. И я понимала, что мы уже проиграем, потому что просто вот... Ну, это не будет понятно, что это тот каток, что это тогда-то снималось. И приходилось продолжать поиски. Да и тут вот видно, что снег. Я звонила продюсеру, говорю, надо попросить, чтобы администрации залили здесь каток. И он там звонил дальше, согласовывал. Потом мы через день находили новый каток, и история повторялась. И мы еще раз это... Ну, то есть повторяли и делали. Так вот, пока не нашли наш каток. Вышло так, что я мучилась с этой проблемой и пошла на какое-то такое у нас было благотворительное мероприятие. Дед Мороз и Снегурочки. Все желающие могли прийти, помочь как-то вот навестить ребят разных. И мы сходили. Я сходила и познакомилась с юношей Дед Морозом, который параллельно занимался тем, что он сходил в Молодежный Совет. И он очень много знал о своем районе. Он планирует стать дальше, вот идти в депутаты. То есть у него такой был план. И я ему говорю, ты не знаешь, тут в районе случайно катков таких, чтобы это был старый. Он говорит, парочку знаю. И тогда мы пошли. И мы пошли, и он мне показывает этот каток, который мы утвердили. И я подумала, что это вот такое действительно чудесное какое-то совпадение, так как я пришла как будто бы помогать, а получилось, что помогли мне, потому что я нашла тот каток, который был мне нужен. И вот у него был лед, и там была возможность как-то снять, выкрутиться так, чтобы это не напоминало современности. Вот эти машины нам немножечко, конечно, мешали. И в некоторых кадрах это все-таки видно. Но вот в остальном и целом, вот, например, этот ракурс, он нам очень помогал. Вот, так вот мы разобрались с нашим катком. Так мы его отсняли. А, я забываю о том, что некоторые акценты еще нужно заделать. Так вот, когда мы ищем локации, когда я искала локации, нас мастер всегда учил, чтобы мы делали фотографии в четыре стороны. То есть мы фотографировали каждый ракурс, и дальше это нам будет полезно и нужно на этапе планировки. Вот, но об этом чуть-чуть позже. Дальше, ну, то есть мы искали все локации, с локациями, когда мы разобрались, то уже приступали, во-первых, к эскизам. Тут хочу показать вот эскиз, который мы делали с художником-постановщиком. Она его нарисовала. Вот покажу сейчас. Вот, когда мы видим уже кадр фильма, то вот мы видим, что у нас есть там гитара, да, мишка. Они немножечко расположены все иначе. Висит в другом месте гирлянда. Но это было важно уже здесь, на этом этапе понять, на что мы хотим сделать акцент. Поскольку я рассказала, что в характеристике персонажа гостиная у нас, то есть в характеристике персонажа мы указываем, какой герой. Гостиная у нас, это место, в котором живет и Борька. Соответственно, здесь мы должны были наполнить ее детскими предметами, вещами. Вот мишка, гирлянда и то, что у нас украшения на Новый год какие были. Мы хотели показать, что родители в свободное время проводят ярко-насыщенно, поэтому у нас есть гитара, как элемент того, чем занимаются родители. На таком этапе мы вот разобрали с художником-посыночком, как это будем делать. С художником по костюмам мы точно так же разбирали персонажа и то, как он должен выглядеть. Вот это у нас герой папы, папа, он у нас, то, как мы его видели, вот она нарисовала, все прописала. Вот у нас Борька. Хотела еще сказать, что в какой-то момент мы поняли, что наша история должна отсылать к фильму «Простоквашина», культфильму, потому что в той истории есть мама и папа, которые вроде бы периодически друг к дружку подстебывают, шутят над какими-то вещами, но они все друг друга любят. И вот мы подумали, хорошо бы это передать и нашей истории. Поэтому в кадре, помимо того, что мы хотели, чтобы визуально герои были похожи, у нас Михаил Грищенко, у которого такие волосы, как у папы из «Простоквашина», у нас Екатерина Олькина, приходит тоже, на самом деле это произошло случайно, когда утверждали, у нее были длинные волосы, но она приходит на площадку и говорит, я забыла вас предупредить, но у меня короткие сейчас, у меня сейчас каре. Я говорю, вы не представляете, как это прекрасно, что у вас сейчас каре, что-то вот попадает нам, 10 из 10, то, куда мы хотели. И у нас в гостиной висит картина, это на самом деле кадр из мультфильма, который мы тоже вставили, чтобы была туда отсылка. Ну и костюмы, то, как она это прорисовывала, все делала. Важные эскизы, потому что мы их потом использовали. Так, сейчас я перейду дальше. Лапочка, вот она. Дальше, ну, когда мы уже это все имеем, мы разговаривали точно так же. Нет, для начала надо прийти к режиссерскому сценарию и рассказать о нем. Это я делаю вот сюда. Сейчас проверим, что он уже открылся. Нет, не открылся. Вот, режиссерский сценарий. Мы видели литературный сценарий. Это более уже приближенная форма к тому, что мы будем снимать, но все равно самое понятное и необходимое это режиссерский сценарий, потому что при его составлении мы видим, какую крупность кадра, что конкретно мы снимаем, кто у нас в кадре. Здесь, в идеале, мы расписываем движение камеры. Здесь от общего к крупному. Панорама. Момент, который мы снимаем в фильме. И дальше сама раскадровка. Насчет раскадровки. Я читала в комментариях к анонсу нашей встречи о том, что раскадровки – это вещь интересная. Я подумала, что может быть кому-то будет интересно узнать, где я бы рекомендовала делать раскадровки, где я их делаю. Так вот, у меня эта программа Storyboarder. Мне ее как-то посоветовал оператор, и я с тех пор все время делаю там. Вот я решила показать на примере одной из работ, которую делаю. Сейчас все немножко позависло. То есть, это 3D-программа, где можно крутить, вертеть героев и расставлять их так, как нужно. И понимать, как камера может быть расположена, где она может быть расположена. И единственный минус, что тут нет, конечно, всех предметов, которые может, например, нарисовать профессиональный раскадровщик, что тоже здорово, если и такой есть. Потому что, если я сейчас покажу некоторые фрагменты режиссерского сценария, это понятно, что там есть нехватка реквизитов в кадре, в этом кадре, я имею в виду раскадровочном. Но вот, вот так вот это выглядит. Сейчас оно перешло, да? Нет, не перешло. Вот, вот так вот это выглядит. Здесь мы видим героев. Вот они у нас расположены. Я могу перейти сюда, допустим, и уже нарисовать восьмерку, что там вот я сейчас встану повыше. И я вставляю в свой сценарий, что это у нас снимается на такой-то крупности. Вот. Здесь это очень удобная для меня программа. Я в основном здесь все делаю, что мне надо, какой-то крупность. В общем, рекомендую. Дальше, и сейчас покажу некоторые нюансы этой программы, потому что, да, из-за того, что не хватает реквизита, тут есть смешные кадры в этой раскадровке. Допустим, вот, я пишу, поднимает Дед Морозов, потому что, ну, совершенно неясно, кого тут поднимает. И вот еще. В этой программе нет елки, поэтому у нас в режиссерском сценарии всюду было какое-то дерево нарисовано. И это периодически веселила команда, что тяжело было понять, что это елка, но я всем рассказывала. Это елка. Вот. Поэтому есть, конечно, профессиональные, более профессиональные программы, где можно и даже такие вещи разрисовать. Ну, или если есть раскадровщик, то это прекрасно, чудесно, и тогда он сделает это все. Хочу сказать, что я считаю это очень важным, вот этот этап и режиссерский сценарий, и раскадровку, потому что, когда я снимала свой следующий фильм, я почему-то решила, что в некоторых сценах достаточно будет планировки. И вот эти сцены были сняты недостаточно внятно, недостаточно разборчиво, и путаницы героев происходят, и поэтому больше я таких ошибок не повторяю. Считаю, что в первую очередь, после того, как мы все сделали там по сценарию, мы садимся и прописываем, как будет выглядеть наша режиссерская версия сценария. Чаще всего это обсуждается и с оператором, и там с художником-установщиком, потому что мы имеем представление уже о локации, которую мы утвердили, и о том, как мы будем размещать камеру. Есть предложения от оператора какие-то, это здорово, значит, мы их вносим в этот же режиссерский сценарий. Вот, соответственно, с режиссерским сценарием мы приходим и к звукорежиссеру, и к композитору, потому что тут есть важные вещи, которые стоит отметить. Например, у нас музыка играет на катке. Со звукорежиссером мы предварительно обсуждаем, как мы это будем делать. Мы вставляем это потом, или же это у нас играет в кадре, что нам для этого нужно, какое оборудование мы можем использовать. Вот это все вещи важные, которые тоже стоит проговорить изначально. Вот, ну и дальше это планировка. Планировка, в общем-то, это может быть перед раскадровкой, так как, сейчас покажу, так как это более, такой, более формальный, более общий этап. Сейчас мы тут увидим. Вот, это то, о чем я рассказала, что в прошлый раз я решила довериться и сделать только такую планировку. Думаю, что этого будет достаточно. Но, нет, этого не было достаточно. Но это удобный, удобная такая вещь для понимания, что вы с оператором одинаково видите сцену. Я сейчас покажу эту сцену, как мы ее сняли, но вот, вот так вот она выглядела у нас на планировке. Здесь расположен Борька, который заходит, и мы первый кадр видим из-за его спины. Дальше мы видим его лицо, его портрет, и вот наша камера, которая, следующий кадр, и в которой мы снимаем его заход с этой точки. Дальше мы видим, он у нас разворачивается, он смотрит на маму, и мы видим с этой камеры, как мама заходит в кадр. Дальше мы видим, опять же, с этой камеры, о том, как мама и Борька общаются. Потом у нас Борька проходит. Это мы уже видим, вот тут, наверное, камеры не хватало, которую мы доставили потом на этапе съемки. И уже здесь раскладывать предметы. Вот. Я специально вырезала этот фрагмент, чтобы показать, как он, как вот он выглядел здесь, и как он выглядит в итоге на экране. Сейчас я переведу. Первый кадр из-за спины. Кадр портретный, который мы добавили во время съемки еще на зеркало. Смотрит на маму. Переход на маму. Тут вот мы объединили эти кадры. Продолжение следует... Ну вот у нас тут получается, что мы по итогу камеры, которые мы там нарисовали, совместили практически в одну, потому что у нас уже... И это было по многим разным причинам. И локация была довольно тесновата. Мы не могли расположить камеры везде, где хотели. И наше время было довольно тоже ограниченным. И мы выкручивались, в общем, так, как это находили возможно. Поэтому у нас... Мы это объединяли. Но изначально был вот такой вот план. В некоторых сценах... Вот тут у нас есть сцена, когда Борька сидит ночью, играет в шкат... Ну, то есть он смотрит на шкатулку. Вот сцена завтрака. В некоторых сценах это более... Ну, то есть так и совпало. Вот тут вот мы сделали, сняли кадр от как он... Сначала у нас был кадр на него, как он забегает, потом на кухню. И мы снимали уже их восьмерки. Вот. В общем, планировка. Очень удобная вещь. И важно, что при ее составлении нужно учитывать размеры, объемы уже самой квартиры, если это в квартире, чтобы это все четко совпадало и можно было перемещаться, можно было понимать... Например, у нас было движение камеры, и нам надо понимать, насколько нам надо будет двигаться. Вот. Такие важные вещи. И уже после этого удобнее делать режиссерский сценарий, потому что смотришь на то, как вы это с оператором там наметили себе, и уже дальше более детально это разрисовываешь. И дальше, такое уже ближем, ближемся к завершению, это поиск реквизита и костюмов. В нашем фильме, конечно, это была целая история, потому что у нас он... Это отражение эпохи, и теперь мы искали то, чтобы было и с того времени. Дома у нас таких вещей не завалялось. Вот. И, конечно, это было... Мы много искали. Нам помогали друзья, помогали знакомые, которые находили у себя разные в загашнике вещи. Мы проделали такую работу с художником-постановщиком. Мы выписали каждую сцену. В каждой сцене мы прописали, что нам надо. Это тоже мастер нас обучала, чтобы так делать и ничего не упустить. Вот нам нужно что-то в кадре, мы это ищем. Вот так вот каждую сцену мы прописали, но тогда я не знала о существовании BreakScript Down. Потом я уже об этом узнала, поэтому сейчас я тоже хотела это рассказать. Вот. Это такой чудесный документ, в котором мы выписываем всю информацию о сцене. Это вот уже следующая картина, в которой я работала. И здесь у нас есть все. Что нам надо указать? Какая музыка? Какой звуковой эффект? Грим, прическа, реквизит? Задействованные герои? В основном у нас почему-то это в России не применяется, но за рубежом это такая частая история, когда ты берешь вот этот вот BreakScript Down, ты приходишь сегодня на сцену, вернее на смену, и ты понимаешь, что тебе надо, кто у тебя в кадре. Здесь мы прописывали, допустим, у нас были некоторые там грим, прическа, какие-то особенности, какие-то вещи по реквизиту, чтобы никто ничего не забыл, чтобы каждый департамент имел возможность прийти и понимать, как у плана своей работы. Вот. Очень удобные вещи. Теперь я тоже старалась это применять, хотя еще только тренируюсь, потому что непривычная нашим командам такая форма работы. Вот. И еще такой момент, когда мы переходим к съемке, и когда мы уже готовимся к съемочному периоду, то есть помимо вот тех планировок и режиссерского сценария, которые мы составили, есть еще один важный документ, это шутинг-лист, который тоже нужно составлять, иначе можно многие вещи не упустить. И сейчас я его открываю. Вот он. Значит, это шутинг-лист, это у нас такая, такая документ, в котором мы все, что мы напланировали сегодня снять, мы собрали воедино и распределили порядок этой съемки. То есть, в основном, если есть порядок съемки. Здесь мы прописываем это в зависимости от многих вещей, либо это имеет значение для оператора, может быть, когда мы приходим, и оператор понимает, что мы можем некоторые кадры отснять с вот этой точки, сейчас отработать эту точку, и тогда наш процесс съемки будет быстрее. Значит, мы так и сделаем. Может быть, это имеет значение для актерской игры, если там две подряд сцены, где актер плачет, то мы, конечно, их не станем разрывать, и мы снимем их подряд. И вот от многих таких факторов мы выстраиваем наш шутинг. Здесь у нас было несколько сцен подряд, и мы их объединяли вот при помощи разных съемок. Вот. Дальше, собственно, мы переходим уже к последнему, о чем я хотела рассказать. Это уже не совсем даже и подготовительный период. Просто получилось так, что мы начали снимать нашу первую сцену, и сняли мы ее в очень холодное время. На улице было минус 13, и детские актеры, некоторые не смогли доехать до площадки, некоторые просто мерзли в кадре. И тогда, я сейчас покажу про этот момент, потому что я подумала, что может быть интересно увидеть дубль, который мы тогда отсняли. Это получился у нас большой пришут. нормальный, полноценный пришут уже на локации. В том пришуте в предыдущем, которым я показывала, там можно заметить, что это было не на локации, и из-за этого есть минус. я не могла учитывать жанровые особенности площадки, костюмов. И когда я уже смотрела на монтаж, монтаж, то думала, вот жалко, что я вот тут не добавила вот этот элемент. Тогда бы это было бы интереснее, смешнее, ярче. Вот. А тут у нас получилось, что мы прямо на самой площадке сняли с меньшим количеством актеров, потому что тогда они просто не смогли доехать. И вот этот тот самый дубль. Я его нашла и посчитала, может быть, интересным его посмотреть. Здесь, вот как видно, снежная такая погода. Нам, конечно, в этот день было и холодно, но красиво. Я долго сомневалась, а стоит ли нам переснимать, просто вот из-за того, что снег так падал в кадре. Вот. Тут мы видим, что выбегает мальчишка. Да, они входят в актер. Мы тоже потом долго работали. Много. Так, вот он вышел раз. Вышел два. Вот у нас поехали девчонки. они поднимаются. Они поднимаются. В итоге в фильме мы уже, когда снимали, у нас было гораздо больше ребят, у нас было и погода получше. И у нас была возможность, чтобы уже там ребята ехали, пока кто-то поднимается. Это мы понимали, что вот сейчас мы смотрим и у нас пусто, в кадре пусто все время. Это нам не нравилось, нам хотелось переделать. Я помню, я смотрела все дубли, я смотрела, что мы сняли. Я думаю, это плохо, надо переснимать. Я думаю, как мне об этом сказать оператору? Может быть, он будет против этого, ему не захочется ехать еще куда-то снимать. Я к нему прихожу, я говорю, я считаю, надо переснять. Он говорит, я тоже так считаю. И мы оба тогда сошлись на том, что это можно сделать лучше, что мы хотим, чтобы первый наш заявочный план передавал эту атмосферу. Ну вот, то есть тут получилось, что у нас было мало ребят и не было того самого важного какого-то духа. Вот, сейчас я тогда отключаю уже демонстрацию, потому что она и так отключилась. Все, что я, в общем-то, хотела сказать о показательном периоде я сказала, да, были ошибки, которые я совершила в этом, на работе над этим фильмом или какие-то ошибки, которые совершала потом, но это очень важный, по-моему, этап, в котором мы можем многое привнести уже в нашем фильме потом. Вот, так что, такие дела. Ой, Юлиана, огромное спасибо, благодарю вас, потому что очень интересно, но так много информации, что я даже не могла задавать вопросы, потому что это ее такой огромный объем, это только, это нужно еще смотреть. Вот, да, спасибо, на самом деле мне было очень интересно вспомнить, погрузиться в это все, об этом подумать, потому что я люблю рефлексировать и думать, что вот, как можно было это делать, и вот я смотрела и вспоминала, с чего мы начинали и как дальше уже к чему пришли, так что, да, это такой интересный период, я думаю, что, я надеюсь, что кому-то это будет полезно узнать, что я сама потом узнала уже сейчас. Я думаю, это очень интересно посмотреть тем, кто посмотрит вот ваш фильм и потом вот увидеть, как он создавался, это вот из дерева какая-то глупина получается, очень интересно, как детям интересно за кулисы заглядывать, особенно после перспектакля, а как же это все произошло, да, вот, так же и ваш рассказ был мне очень понравился, благодарю вас. Хорошо, все, спасибо большое, тогда я остановлю вас.